Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Косенко Андрей. Я из города Днепропетровск. Очень рада вас видеть. Меня зовут Анна. Меня зовут Ксения. Вы сказали, что вы очень волнуетесь. Расскажите, пожалуйста, что вас сейчас волнует? В первую очередь я здесь по причине своего сына. Меня волнует, естественно, мой сын. Я безумно счастлива, что он у меня есть. Наверное, не просто так он пришел в этот мир. Наверное, для чего-то. И, наверное, не просто так, я его так сильно хотела. А что вносит Моника в ваш дом, в вашу жизнь, в ваши сердца? Она наш двигатель основной. Она детство вносит. Радость. А вообще, расскажите, какие у вас отношения с Федей? Даже когда он родился и был совсем маленьким, я никогда меня воспринимала как маленьким. То есть у меня никогда не было ощущения, впечатления, что он в чем-то меня, что он что-то понимает хуже, чем я. Поэтому у нас, наверное, такие, с одной стороны, дружеские отношения, а с другой стороны, как бы, такие очень нежные отношения, как у мамы и сына тоже. Как вы думаете, как Моники с вами живется? Как вам с Моникой живется? Не просто. Не просто. Не просто. Мы... Одно, можно сказать, с уверенностью, что мы учимся. Одно время мы читали совместно книгу. Когда мы это читали, она очень с интересом это воспринимала, и ей это было очень ценно, вот, быть вместе, насколько я понимаю. Я знаю, что ему со мной интересно. У меня часто мучают сомнения, что я плохая мать. Я поплачу, бывает, по этому поводу. Но я учусь, я стараюсь. Я думаю, что здесь очень ключевое слово «учусь». Да. Спасибо большое. Хотели бы вы посмотреть, о чем она сказала нам? Ну, мне очень интересно. Ну, давайте посмотрим. Меня зовут Маша, мне 10 лет. Федя. Мне 10 лет. Меня зовут Моника, мне 13 лет. И я из Германии, из Берлина. Меня зовут Леша, я из города железнодорожного, Балашиха, из России. Мне 11 лет. Скажи, какие у вас отношения в семье? Ну, хорошие, ну, мы все дружим. Хорошие, добрые. Мама сочиняет песни, папа, что о папе я могу сказать, любит меня. Скажи, о чем они с тобой говорят обычно? Невозможно все перечислить, мы о разных говорим. Ну, вот вечером, о чем они обычно с тобой говорят? Обычно вечером они меня выбрасывают, ну, оставляют дома и идут работать. Они все, они, у нас не получается никак поговорить. Женщина занята. А утром? Утром мама, все они уходят рано утром, куда-то там, зарядку или куда-то еще. А в обед? В обед я все сам делаю. Мама опять все время занята. Вот, например, я иногда не доверяю им. Вот именно, вот если я скажу, что я получила очень плохую оценку по математике, например, то я прошу, что мама не рассказывай никому. Она побежит и расскажет всем. И это мне вообще не нравится. Вот обычно мы с ними разговариваем о том, что я делаю днем, что я собираюсь делать. Они тоже это говорят. Но я очень редко говорю о том, какие у меня были в этот момент чувства. О чем я думал? Скажи, у тебя есть какая-то мечта очень сокровенная? Есть. А можешь поделиться? Да. Я мечтаю, чтобы мы всегда с семьей были вместе. Тебе чего-то не хватает? Да. Можно, наверное, любви. С мамой так долго не отлучалась, и могла бы быть со мной больше времени. Мне тоже не хватает иногда любви, что мама подошла, вняла, поцеловала, приласкала. И меня иногда вообще не понимают и не слушают. Ну, это всегда так, что все мои эгоисты, мама всегда говорит. Вот в моем случае именно насчет семьи у меня есть мечта до сих пор. Она была с тех пор, как мама и папа у меня постоянно работали, чтобы у них было больше времени со мной провести. Разговаривать о прошлом, о будущем, о настоящем. Что сейчас с вашим сердцем? Глазам наворачиваются слезы. Вчера она вышла тоже со слезами. Ну, так, навернутая на глаза слезы, и ей было очень грустно. Я чувствую, ну, я чувствую себя виноватой. Я чувствую, что... Ну, мне нужно находить время. Спасибо, что я увидела это. Что дочь сейчас сказала, и вчерашний день очень подействовал. Ну, как особенно на меня. Ну, у нее в клубе такое было вот когда. Мы тоже говорили, они жаловались на родителей. А тут это коснулось нас. И мы это уже увидели сами, уже с другой стороны. Я всегда думала, что мы достаточно открыты и доверяем друг другу. И вот вчерашний день, позавчерашний день, как раз мне показал, что это доверие было неполным. Если бы здесь был Федя, вот вместо этой камеры, что бы вы мне сказали сейчас? Извини меня, пожалуйста, что мы так мало уделяем тебе времени. Дорогое наше солнышко, это у нас самое ценное, что есть в жизни. И я хочу, лично я хочу, чтобы ты была счастлива. И твое желание самое главное для меня. Я тебе обещаю, что сейчас закончится фестиваль, и мы три дня проведем вместе, поедем куда-нибудь, будем готовить пиццу, гулять. Я очень сильно тебя люблю, и я обещаю, и я, и папа, мы сделаем все возможное для того, чтобы работа ушла просто на второй план. Я все для этого сделала. Только чтобы ты был счастлив. А если бы вы обратились к ее сердцу, то как бы это было? Я бы ее обняла. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok